Девушки отдыхают Я хочу, чтобы вы нашли мою дочь Я к Марте Рудольфову Проходите, пожалуйста Гостиная прямо по коридору и направо Как думаешь, убьет она Марту? Что? А как она погибла? Несчастный случай Ну, это очень удобно говорить про несчастный случай Такое ощущение, будто никто не знает, что произошло на самом деле Что такое куличики? На улице Куличикова у нас психиатрический Спасибо Спасибо Здравствуйте, мы в архив Здравствуйте Пожалуйста А как вы сказали фамилию пациентки? Сахарова Сахарова Так А какая именно вам нужна? А их несколько Ну да, да, Татьяна Сахарова и Юля Сахарова Вам какая нужна? Точно Что? Она выливает на себя пол-литра моих духов Роется в моем нижнем белье Марта Рудольфовна, пожалуйста Я очень вас прошу Я не хотела Так, чтобы ноги твоей не было в этом доме Марта Рудольфовна, но мне некуда пойти Пожалуйста, я вас очень прошу Все, хватит Марточка Ну, куда же она пойдет? Я не знаю куда В свой торжок пусть едет Откуда вы там? Ну, отец убьет меня, если я вернусь Марта Рудольфовна, я же не специальна Я просто хотела быть красивой Юлечка Тш-ш-ш Я хотела быть как вы А вы, Юля Могли бы разрешение спросить у Марты Деточка Ну, вот эта вот Прическа, там Косметика, духи разные Это же не главное Главная красота Это молодость Ну, чушь собачья Сама по себе молодость вообще ничего не значит И беда не в том, что этой девочке не повезло с лицом или с фигурой А в том, что в этой некрасивой головке нет мозга Потому что умная женщина Может быть красавицей даже вот При таких данных Вы правда так думаете? Ну что, поговорить с товарищем? Или оформлять его? Капитан За что оформлять-то? Тоже мне проблема За что найдем А, Веста красавица А я ее брал-то Как буханка хлеба была Да, я кстати брала-то ее в полицейском питомнике Вон, у Снегирева Ты чай-то будешь? Чего ты стоишь как пень? Садись Нет, нет, не буду Там дачу скрыли Надо ехать у Коноваловых Ну так что, забирать его? Да ладно, пусть живет Парень-то вроде нормальный У него, кстати, тоже собака есть Собака? Южно-руссковчарка Щенок Кстати, намучитесь с этой породой? Да уже мучаюсь Живет все подряд Пойдем, пойдем, проходим Дядю Снегиреву А, документы А, молодец Кстати, прописка московская И не женат Так, давай пока Не женат Нашим привет передавай С посла Спасибо За стол сесть можно? Да уж, садитесь Что вы хотели узнать про Юлю? Ну что опять, Николай? Да мужик какой-то подозрительный Ну давай посмотрим, что там за мужик Вот, пожалуйста Спасибо вам А я могу это взять? Нет, что вы, это должно находиться в архиве Какая жалость А я могу хотя бы немножко выписать? У вас нет ручки? Да Спасибо Лида? Да Ну и что здесь происходит? Почему у нас посторонние в архиве? Ну, Анна Владеленовна, ну это же из полиции По делу с Сахаром Вы же сами подписали разрешение, чтобы я пустила в архив Я ничего не подписывала Как? Подождите, а вот это вот разве Извините Разве вот это вот не ваша подпись? Я никакого разрешения не подписывала Ну я же видела разрешение, он показывал Сейчас где же она? Вот она А вот это вот, разве не, не ваша подпись? Так, пройдемте со мной в кабинет, и там обо всем поговорим Оставьте историю, пожалуйста Ну вот, звонит она как-то ночью, перепуганная, вся в слезах Что-то у нее там с отцом произошло А что произошло, не знаете? У-у, она не сказала Ну она просто попросилась пожить у меня, и все И вы, конечно, спустили Ну конечно, пустила На свою голову Нет, все можно понять Она просто... Она человек с очень тяжелой судьбой Ну и мама умерла рано Отец упырь какой-то Просто обидно, что я человека пускаю в свой дом А она на меня за это еще и собак спускает Это метафора Гжель Да, гжель А что просить? Папа увлекается Извините Ну ничего Вы ссорились? Ну как? Нет, чего с ней ссориться Она мне тут такие скандалы закатывала Такие сцены были Какие сцены? Просто Юля Она удивительный человек Она просто гениально торгует своими несчастьями Вот У нас Однокурсник Мальчик на курсе учился Плат, староста Он помог ей курсовую написать А она взяла его, декан сдала Так вот просто За что? Ну типа он курсовыми приторговывает А он приторговывал? Да какая разница Суть-то не в этом Сам поступок Жалко парня, хороший был Он три года подряд поступал на бюджетное место А его отчислили А он потом с сердцем в больницу попал Ну как так можно, а? И у меня из-за нее одни несчастья Ну Что ж, есть такие люди На свете К сожалению Хотите чай еще? А, нет Спасибо Да, Бабкин Вот так вот Я надо забыла принять лекарство Мам, потом Нет, сейчас Спасибо Твоё интервью? Угу Ну о чем можно говорить с бывшей моделью? По-моему, они даже читать не умеют Что? Кто? Модели А А Ты у нее так долго пробыла Я уже начала волноваться Хотела звонить Мам, Конецкая удивительный человек У нее такое жизнелюбие Почти звериное Это она предложила пойти пообедать И мы там А я приготовила твою любимую запеканку Мам, ну прости Я не смогла ей отказать Ей вообще, по-моему, невозможно отказать Ты знаешь, как она ест? Не знаю Ты и с ней обедала Не я Она ест так, как будто очень голодна Но старается скрыть это от собеседника Уверена, она бифштекс заказывает с кровью Фу Бифштекс с кровью Фу Бладистейк Ага Бладистейк Действительно ей что-то звериное Это очень привлекает Уверена У нее куча поклонников Кстати, в следующий раз надо будет спросить ее О поклонниках А ты что, пойдешь к ней опять? Угу Хочу побольше узнать Может быть серию очерков напишу о ней А может быть книгу? Угу Или ты твердо решила больше не писать романов? Не знаю, мам Поговорила с Конецкой и теперь не знаю Ну-ну Работай, работай Работай, работай Веста, да не тяни ж ты меня, иди сюда, господи Вот Я ей говорю, может, давай я тебя хоть на работу устрою к своему знакомому Не-не-не, не надо, все нормально хорошо У нее были деньги? Да какие деньги? У меня отец там Перечислял Какие-то копейки А потом, когда поссорились, так и вообще ничего То есть Ну, то есть я ее кормила Если вы работали Да и ладно, это все пустяки, мне не сложно Я всегда могу понять небую ситуацию Просто можно же как-то себя вести нормально по-человечески Я прихожу из института, у меня все шмотки по квартире разбросаны Мандариновые и апельсиновые корочки Я хожу все это собираю Ну, опять же, окей, мне не тяжело же собрать Ну, она мне при этом еще умудрилась скандалы закатывать, нормально? Не понял Это из-за того, что в уборке затеяли? Ну, да Почистила ковер и диван, все, нарушила ее личное пространство А в моем же доме, нормально? Стоит белая вся, глаза бешеные, орет матом благим на весь дом Ужас, я потом полночи уснуть не могла Лежу, думаю, господи, может она сумасшедшая, мало ли что ей там в голову взбредет Утром так подошла, тихонечко, спокойненько Юля, могла бы ты съехать Ника, кстати, не знаете, куда она съехала? И слава богу, нет, и знаете, не интересно вообще Ужас. Ужас. КОНЕЦ 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 Абонент временно недоступен. Перезвоните в ключ. Абонент не доступен. КОНЕЦ 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 Тихо, 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 тихо. Ну что такое? Спи, спи. Спи, девочка. Ложись. Вась, ты куда? Никуда. Черт. Никуда. Спи. ГОВОРИТ ПО-КЛИКИ КОНЕЦ ГОВОРИТ ПО-КЛИКИ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Как дела? Ты чё здесь делаешь? Звонил тебе, а ты трубку не берёшь. Куда ты? С ума сошёл, маму разбудишь. О, как же я про маму-то забыл. Странно, что она тебя в сундук не запирает на ночь. Все сказала. Ну, все, прости, прости. Прости. Прекрати. Можем поговорить по-человечески? А? Ну, пять минут и все. Убери ногу. Пять минут, хорошо? Убери ногу. Все, все. Только убери. Вот так. Ну, хорошо. Давай. Лен, ты чё? Почему перестала писать? Что? Ну, ты писала роман про какого-то физика, который ты старалась поскорее закончить. Слушай, Вась, ты что, специально в среди ночи приехал, чтобы узнать, почему я не закончила писать роман? Да. Мог спросить в редакции. Подожди, ну ты не хотела разговаривать? Слушай, ну, Вась, ну какое тебе дело до моих романов? Слушай, сам удивляюсь, ну, почему-то есть какой-то... Прекрати, я сказала. Прекрати. Ты плохо выглядишь. А, спасибо. Да нет, я не о том. Ты какая-то потухшая. Неживая. Вспомни, от тебя раньше можно было прикуривать. Вспомню, как тебе говорил глаз, когда ты говорила про этого физика. Странная у него фамилия. Штадертман. Это незакласно. Альберт Штадертман. Ты еще говорила, что он ходил с каким-то блокнотом, все время пишет, а под ноги не смотрит. Все боялась, что он угодит в какой-нибудь открытый люк и свернет себе шею. Вась, не надо. Ну, почему ты остановился? Вась, мне нужен ингалятор. Все, давай. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Вот, вот. Не нужен тебе никакой ингалятор. Дыши. Дыши. Дыши диафрагмой. Диафрагмой. Вот. Вот и хорошо. Видишь? Я не хочу говорить. Хочешь. Хочешь рассказать. Хочешь, чтоб тебе помогли. Хочешь снова писать. Ну, вспомни. Ты сидишь. Пишешь роман, который практически готов. Он был готов. Тем более, что дальше? Я шла в редакцию, я несла роман. Это было в марте, я шла мимо газеты «Макиоско», и я увидела его фотографии. Чьи? Чьи фотографии? Лена, Леночка, что случилось? Все нормально, нормально. Я проснулся, а тебя нет? Все, все хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер, Валерий Петрович. Не знаю, Василий, во сколько у вас вечер. У нас уже глубокая ночь. Уходи, Вася. Лена, отойди. На. Не волнуйся. Хорошо. Вы видите, до чего бы ее довели? Уходите и не появляйтесь здесь больше. Иди, Вася. Я непонятно сказала? Доброй ночи, Ольга Петровна. Все хорошо. Все хорошо. Все. На. Спасибо. Я думала, вы с Василием расстались. Мы расстались, мама. А зачем же он приезжал среди ночи? Просто хотел поговорить. Это, конечно, не мое дело, но я не хочу, чтоб тебе сделали больно. Мужчины иногда это умеют. Когда твой отец ушел… Мама, перестань. Он просто хотел узнать, почему я больше не пишу. Мама, перестань. Мама, перестань. Конечно. Сто тысяч на дороге не валяются. Какие сто тысяч? На. Полюбуйся. Я думал, ты знаешь. Сто тысяч. Ох. Давай-ка я тебе сделаю гоголь-моголь, а потом мы посмотрим какое-нибудь хорошее кино. Ох. Они очень тяжело жили все эти годы. Татьяна гордая была, никогда никого ни о чем не просила. Но вы знаете, гордость с маленьким ребенком на руках – это тоже не выход. Как-то? Сначала она как-то справлялась. Это ее вещи, да? Да, конечно. А вот потом совсем плохая стала. Впала в депрессию. Когда Юльке было лет десять, наверное, Татьяна так и распустилась, что вообще решила убить себя. Она в ванной комнате вены резала. Вот как. Я так понимаю, поэтому ее и забрали в психиатрическую лечебницу? Да. Нам объяснили, что при попытке самоубийства потом всегда направляют в психиатрическую. Да это я в курсе. А вы мне скажите, что же получается? Олег Борисович вообще, что ли, не помогал? Нет, вообще не помогал. Вы знаете, сам он, Юлька, никогда не интересовался, а Татьяна никогда ни о чем не просила. Она, кстати, вообще старалась о нем ничего не слышать. Говорила, что он страшный человек. Я, кстати, очень удивилась потом, когда он приехал на похороны. Вежливый, приятный мужчина. Все оплатил, забрал Юльку и уехал. Вежливый, приличный, на тень умения она его боялась. Думаю, что да. Юлька очень похожа на отца. И Татьяну это тоже пугало. Когда Татьяна узнала, что Юлька писала отцу, у нее случился нервный срыв. Она кричала, что будешь общаться с отцом только через мой труп. Как, в принципе, все и получилось. Это да. Она хорошая девочка, Марта. Мне кажется, ты могла бы дать ей шанс. С какой стати? Ну, потому что людям надо давать шанс. А? Ты же в молодости тоже наделала глупостей. А знаешь, в чем твоя главная ошибка, Валечка? Ты готова всем все прощать. От этого все твои проблемы. Ну, ты подумаешь. Обещай мне, что подумаешь. Подумаю, подумаю. А ты молодец. Разыграла все, как по нотам. Ты о чем? Ну, я имею в виду эту историю с духами и все прочее. Ты ведь специально это придумала, да? Слезу упустила, дурочку включила. Марта Рудольфовна, вы такая красивая. Я так хотела бы быть на вас похожей. На что, на что она эта Марта Рудольфовна купится к бабке не ходи. Значит, ты все слышала? Угу. Думаешь, она меня не выгонит? Разумеется, нет. Она тебя еще больше полюбит. Правда, неизвестно, что лучше. До свидания. Да, всего вам доброго. Ой, одну секундочку, Макар, извините, чуть не забыла. Здесь еще есть фото. Фото. Красивое. А кто это? Я не знаю. Это какая-то дальняя Танина, родственница из Москвы. Она то ли актриса, то ли модель. А вы имени не помните? Кажется, Магда. Нет. Нет. Марта. Марта Конецкая. Вы еще здесь? Марта Рудольфовна. Мансуров прислал приглашение на свою выставку. Пойдешь? Не знаю. Не решила еще. Так вы действительно хотите стать красивой? Пожалуй, дам вам шанс. Мне просто интересно посмотреть, что из этого получится. Более того, я даже согласна с вами поработать. Ой, я даже не знаю. Марта Рудольфовна, спасибо вам. И меня благодарите, Валентину. Она вас защищала. Ну что, Валь, довольна? Очень. А вы, Юленька, слушайте Марту Рудольфовну. Уж если кто и знает о красоте, так это она. В общем, я выяснил. У Сахаровой в Москве есть тетя, Марта Конецкая. В молодости работала то ли актриса, то ли модель. В общем, всю информацию я выслал тебе на почту. Давай, давай. Стоять! Пока. Руки на капот, быстро! В чем дело? Капот! Ребята, в чем дело? Руки назад, назад, назад. Тихо, тихо, что такое? Что, что случилось? В чем проблема? Блин, не выдаёте, а? Пошел. Держи-ка. Распишитесь. Капитан, а что с алкашом делать? Разберёмся. Ночью в больнице убили сторожа. Скажешь, не ты? Товарищ капитан, товарищ капитан, ну можно мне хотя бы позвонить, а? А я говорил, зря ты к нам приехал. Да подожди ты! Товарищ капитан! Твою мать! Смотри, какая тетушка Сахарова крутая. И что теперь с этим делать? Так… Хотела бы я знать, где носить этого абонента. Лидия Юрьевна, посмотрите, среди них есть гражданин, пытавшийся обманным путём получить медицинскую карту Сахаровой. Вот этот, справа. Распишитесь, пожалуйста, и можете быть свободны. Благодарю. До свидания. До свидания. Следующий! Алло, проходите. Вам удалось рассмотреть человека, входящего в здание больницы. Да, темно было. Вы можете его опознать, он есть среди них? Да, вот, с краю. Повернитесь-ка. Хорошо. Пройдите туда. Хе-хе-хе. Обратно. А спинку попробуйте выпрямить? Да, тяжёлый случай. Тут надо менять всё кардинально. Запомните одну вещь, девочка моя. Есть красота минутная. Посмотрел, поразился и всё. Неинтересно. А есть другая красота. Когда хочется смотреть и смотреть. Хотя вроде и нос крупноват, и глаза маленькие, и уши оттопырены. Вот это и есть настоящая красота. Именно это из вас можно сделать. Из чего ты взял, что там криминал? Может, Дубровину перекупил в другое агентство? Она бы сказала. Наивный ты, Вась. Вот как ты себе это представляешь? Конкуренты заплатили ей, чтобы она перестала писать? А почему бы и нет? Тупо, Борь, тупо. Зачем убирать с рынка тиражного автора? Ей страшно. Её кто-то здорово напугал. То есть ты хочешь сказать, что она кого-то очень точно описала, какое-то реальное преступление, и её напугали? Не знаю, может быть. Да брось ты, Вась. Так бывает только в бульварных романах. Она ещё говорила про какого-то физика. Как его? Фамилия ещё жутко такая. Штадартман. Штадартман? Ага, да. Штадартман. Альберт Штадартман, точно. Она писала с него главного героя в новом романе. Знакомая фамилия. А, мы опечатали его некролог. Некролог? Ну да. Он умер в январе. Там ещё какая-то нелюбая история с его смертью. В какое время вы видели этого человека, входящего в здание больницы? Я же говорю, темно было в ночь. Фонарь говорил над входом в январь. Из Москвы, тихо! Алло, Стрельников, слушаю. Да. Да. Понял. Понял, сделаем. Дежурный! Забери этого в обезьянник, пусть проспится. Ты надо, я сам. Повезло тебе, Макар Андреевич. Можешь ехать. Но запомни, в следующий раз, может не повезти, понял меня? Свободен. Что там? Ничего, работай! Главное – это осанка. Подберись, подберись. Где четыре точки? Пятки, попа, лопатки, затылок. Должны касаться стены. Поняла? Да. Держись. И запомни, детка. Неважно, что на тебе надето. Неважно, как ты накрашена, как причёсана. Главное – держать спину. А современные девчонки все поголовно сутулятся. А потом в тридцать лет уже бегут к хирургу пластику. Поднимать грудь. Или носят вот эти вот чудовищные бюстгальцеры с арматурой. Так что, если будешь правильно держать спину, тебе ещё долго не понадобится ни хирург, ни бюстгальцер. Давай попробуем пройтись. Тихонечко. Хорошо. Молодец. Умница. Что? Опять мы мечтаем о романе Мансурове. Хорошо. Пошли. И вот тебе стимул. Будешь прилежно заниматься, возьму тебя на выставку. Познакомлю с Ромой. Он большой ценитель женской красоты. Он будет в жюри и скажет, удалось нам сделать из тебя красавицу или нет. Так что готовься. В пятницу пойдём. Правда? Вы возьмёте меня на выставку? Конечно, правда. Только, Золушка, вымой зеркала в ванной, я второй день прошу, и книжки собери. И про спинку не забывай. Хорошо. Умница. Алло, Серый. Здорово, Макар. Слушай, часа через три буду в Москве. Не телефонный разговор. Давай, всё на месте поговорим. Ты чё где сам? Ты рядом с домом, к тётке Закаровой. Слушай, я чё-то не пойму. А чё Тогоев нам ничего не сказал о ней, а? Серый, Тогоев про неё не знал. Она какая-то троюродная тётка. В общем, седьмая вода на киселе. Понимаешь, Татьяна с ней не общалась. Ну, понятно. А безопасники не почесались ничего знать о родственниках. Опа. Серый, чё замолчал-то? Алё, Серый, чё там у тебя? Мне кажется, это Юлия Захарова. Так, ты уверен? Нет, но очень похоже. Ага. Я тебя понял. Слушай, значит, всё-таки живёт у Конецкой. Ясно. А чё делает? Пошла куда-то. Ну что, не здесь её подождать? Не-не-не, проследи за ней. Только смотри, не светись, Серый. Понял? Давай, всё, пока. Ясно. С этой работой даже поесть нормально нельзя. Не-не, мне вообще здесь не нравится. Не нравится здесь, не нравится. Смотри, папа, ты собачьи! А, что ты собачьи? А, что ты собачьи? Что ты собачьи? Похоже? Есть сигареты? Нет. 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 Мужик, есть презентации? Прости, нет. 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 Не, ну если не понял, давай выйдем. Э, да, давай. Давай выйдем. Так, Юля или не Юля? Ладно, проверю. Ну ладно, я всё сделаю. Ты устраиваешь старухе несчастный случай, а я плачу тебе за работу. Или так или никак? А если окажется, что денег тебе не дадут? Не окажется. Я видела завещание. Валентине отписана дача, а всё остальное родственникам. А ты здесь причем? Я единственная родственница. А мне вот интересно. Ну если я, к примеру, сейчас пойду к твоей тётушке и все расскажу. Сколько нам денег дать-то за такую информацию? Э, ты чё делаешь? Знаешь, сколько сил у меня ушло на то, чтобы войти к ней в доверие? Всё терплю, соглашаюсь со всем. Ты думаешь, это легко? Может быть, я из последних сил удержусь. Но если какой-то идиот вздумает мне мешать, то я задушу его собственными руками. И это у меня получится, ты знаешь. И мне за это ничего не будет. Всё, ладно, ладно, ладно. Я пошутил. Убирай. Я дам знать, когда она захочет выйти из дома. Ладно. Она заказала Конецкую! Серёжа, ты меня достал. Я тебя прекрасно слышу. Макар, и что будем делать? Слушай, отстань от меня. Я думаю. Нормально, думаю. Слушай, надо в полицию сообщить. Давай я позвоню этому Калашникову и 101-го. Ну и пусть они сами разбираются. Так, ты мне скажи сначала, ты узнал про парня, который с Сахаровой разговаривал? Конечно, узнал. Молодец. Не зря я за ним полдня ходил. Так, вот. Савельев Павел Юрьевич. 88-го года рождения. В анамнезе три года условно за кражу. Героиновый наркоман скупает у некого хана. Кстати, должен ему денег. Вот красавец, а. И туда в лес. Как ты про хана-то узнал? Да у ребят из наркоконтроля. Хана у них в разработке. Ну что, звоните Калашникову. Так, Серёжа, слушай сюда. У нас заказчик кто? Не Калашников твой, у нас заказчик Тогоев. Он платит нам бабки за то, что мы ищем его дочь. Мы ее нашли. Больше я в это дело лезть не хочу. Так что сейчас мы собираемся, едем к этому Тогоеву, отчитываемся о проделанной работе, получаем гонорар, и пусть он делает со своей дочерью что хочет. Погоди, погоди, а Конецкой как? Да что ты пристал ко мне со своей Конецкой? Да потому что пока ты к Догоеву с докладом будешь ходить, Конецкой могут грохнуть. Серёжа, включи мозг, а. Сахарова хочет устроить Конецкой несчастный случай, когда та будет выходить из подъезда. Так? Время пол первой ночи, Серёжа. Ты думаешь модели в семьдесят лет по клубам ходят? Ну по чём я знаю? Между прочим, с таком их моделей у меня нет. Так, ладно, всё хорошо, ты меня достал уже. Если тебе так хочется, пожалуйста, езжай на Сретинг, и карауль с когтей влезет. Я уехал в Тогоеву. Сейчас. А что ждать, Серёжа, что ждать? Мне уже это дело вот где сидит. Быстрее сдам, слава Богу, всё, я уехал. Тогда я позвоню, ты должен быть готов. Смотри, вот здесь чердачная дверь. Ключ я тебе дам. Спустишься на пол пролета и будешь ждать, когда Марта выйдет из квартиры. Здесь вся информация, касаемая вашей дочери. Спасибо за работу, Макар. Не ожидал, что вы так быстро найдёте Юлию. Остальным займётся моя служба безопасности. Ваш гонорар. Да, простите, Макар. Вы ни с кем не обсуждали больше эту информацию. Олег Борисович, существует профессиональная этика. Ну-ну. Всего доброго. До свидания. Разберись с этим. И привзи мне Юлию. Да. Сделай всё, чтобы она была жива. По крайней мере, до тех пор, пока я с ней не поговорю. Юля, Юля. Что на обед? Брокколи. Марта же ненавидит брокколи. Она сегодня обедать не будет. Это для Валентины. А куда она собралась? Не знаю. Сказала, что просто обедать не будет. А когда вернётся, не сказала? Нет. Угу. Слушай, мне тут отбежать на пару часов надо кое-куда. Можешь меня прикрыть, а? Соврёшь что-нибудь? Ну, мол, я в Валентине за лекарствами пошла? Запросто. Спасибо. Так, где же, где же они? А что ищешь, Серёж? Да так, вещь одну. Ага. Понятно. Вот эту? О, спасибо. Так куда это ты собрался, Серёга? Вот по бульвару погуляем. А как по бульвару? На машине гулять собрался как-то? Так давай колись, что задумал? Конец-ка решил зайти. А что ж сразу не сказал, Серёга? Да потому что ты считаешь, что дело уже закончено. И дальше не наша проблема. А я всё-таки думаю, что надо поговорить, предупредить. Так, Серёга, стой. Серёж, мы же с тобой вчера обо всём договорились, а? Всю информацию передали Тогоеву. Он прекрасно знает, что если что-то случится с Конецкой, мы в курсе, что её заказала Тогоевская дочь. Дочь, я понял, да. Ты же понимаешь, он потом в жизни не отмоется. Да. Обо всех выборах можно будет забыть. Так неужели ты думаешь, что он не позаботится о том, чтобы с Конецкой ничего не произошло? Серёга, какие аргументы тебе ещё нужны? Да, конечно, Тогоев может и позаботиться, но поговорить всё-таки. Держи. Надо. Как ты себе это представляешь? Извините, Марта Рудольф, вы не волнуйтесь, но вас заказала ваша племянница. Ты что хочешь, бабку раньше времени в могилу вогнать? Я нежно постараюсь, без приступов. Дверь закрой. С собачкой не забудьте погулять. Вот упёртый, а. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА